У нас в гостях Руслан Исмаилов, директор по управлению розничной сетью Магнит. Руслан, я знаю, что вы сейчас развиваете формат дискаунтеров «Моя цена». Что показал пилот и каковы планы ближайшие? Мы открыли первые три магазина не так давно в Волгоградской, Самарской и Ульяновской областях. Пилот показал, что два из трех магазинов работают вообще великолепно, выше наших ожиданий. Третий магазин сейчас после определенных донастроек выходит на свои плановые показатели. И в целом мы видим, на примере этих трех магазинов пилотного решения, видим перспективу. И в подтверждение этой перспективы мы открываем сейчас еще два магазина, один из них даже открыли. И до конца года всего планируем открыть 10 магазинов в формате дискаунта. А как вы выбираете локацию, где открыть? Это региональная история, правильно понимаю? Это региональная история, естественно, но по сути для этой истории нет границ. Те магазины, которые были выбраны как пилот на первое время, располагаются, условно говоря, где-то посередине между активной жилой застройкой и транспортной доступностью. Такие, знаете, магазины, куда нужно добраться. И они в свою бытность магазиновому дома, скажем так, были средние-средний минус по своим показателям. Именно поэтому они были выбраны для пилота. Идеей было то, что у нас есть свои магазины, их нужно каким-то образом привнести в них жизнь вторую. И мы подумали, что если мы формат дискаунтеров опробуем на них, то люди, покупатели наши поймут, воспримут и, собственно, к этим магазинам дойдут. И так и получилось. И сам формат предполагает, естественно, цены ниже, чем в магазинах у дома. Ну и с определенным набором ассортимента под этот формат. И даже ценовых уровней. То есть это ключевое отличие ассортимента, цена, именно в отличие от магазинов у дома магнита? Хороший вопрос. Нет, это не только. Ассортимент, цена – это не единственное отличие. Ну, начнем с самого начала. Стоимость самого магазина. По нашим оценкам, стоимость открытия подобного магазина в 5-6 раз ниже, чем стоимость открытия стандартного магазина у дома. Это раз. Второе. За счет специфического типа выкладки товаров в планограмме, это упаковками или палетами, причем это транспортная упаковка поставщиков, мы, естественно, экономим на необходимости укладывать поштучно и, соответственно, на персонале с той же самой производительностью, что и было раньше. Это значит, что сотрудникам работать не тяжелее, просто им проще выкладывать сразу большой объем товаров. И для того, чтобы была возможность обеспечить выкладку упаковками или палетами, мы сократили сам ассортимент с средних 5-5,5 тысяч наименований товаров до 1800. Места. 1800 примерно позиций, 65% из которых составляют товары первого и второго ценового уровня. И 18% из них это вообще товары СТМ. А доля собственного производства какова примерно там? Доля собственного производства что вы имеете в виду? В ассортименте будет ли он присутствовать? Нет, в магазинах у дома у нас пока нет высокой доли собственного производства. В этом магазине вообще мы кроме хлеба ничего не производим. Ну, только если хлеб. Только если хлеб, да. Вот все-таки, если говорить про регионы, то какие вы считаете наиболее перспективны? Какие регионы будут упорны? Почему были выбраны конкретно вот эти три региона? Эти три региона были выбраны под магазины. Мы взяли вот просто магазины конкретные. Я не могу сказать, что у нас таких магазинов очень много. И можем дальше переделывать только наши магазины у дома. Мы, конечно, будем идти в открытие новых магазинов этого формата. Но выбор пал исключительно вот по отчетности. Если говорить о региональности, да везде можно открывать. И в Москве они тоже будут полезны. Потому что что отличает нас от общепринятого? Я не говорю о реальном деле, а именно общепринятого восприятия форматом дискаунтов. То, что наши требования по соблюдению стандартов качества остаются неизменными. И да, там будут овощи и фрукты, которые отвечают самым требовательным покупателям. Там, безусловно, будет чисто, аккуратно, светло. Никаких качественных или сервисных особенностей нашего операционного стандарта обслуживания покупателей не будет ухудшено. И в пользу этого нам также помогает экономика. Потому что на таком небольшом ассортименте с высокой оборачиваемостью мы, естественно, имеем возможность зарабатывать на этих товарах больше. При том, что мы еще и снизили, существенно снизили потери от брака, от воровства и всего остального. Прям существенно снизили. То есть на круг экономика очень и очень позитивная. Даже в некоторых случаях лучше, чем в некоторых магазинах у дома. Поэтому под формат подпадает, в нашем понимании, любой регион страны. Абсолютно любой. Магазины будут выбираться не только из тех, из существующих наших магазинов у дома, которые мы будем трансформировать, переделать. Но и мы будем также открывать новые. А если говорить про покупателя, то вот на какой портрет вы ориентировались при разработке концепции дискаунтера? Это те люди, которые хотят сэкономить. Это люди, которые я бы с удовольствием там закупался. Единственное, что там будет очень ограниченный, естественно, ассортимент товаров. Если он будет соответствовать моим сегодняшним потребностям, ну, условно говоря, я не знаю, надо купить недорогие яблоки или крупу или напитки недорогие. Я, конечно, могу это купить там. Потому что, как я и сказал, основная задача сохранить качество. Поэтому любой, кто считает необходимым экономить, он сможет там приобрести товары. Мы не в формате, мы не идем в сторону использования, там, или большого использования доли промо. Все-таки он предполагает изначально низкую цену на весь ассортимент. Поэтому кто хочет, тот приобретает. У нас нет ограничений в целевой группе потребителей. А если все-таки говорить про то, что на рынке, ну, сейчас многие задумывались над тем, чтобы пойти в дискаунтер. Вы на кого-то из присутствующих на рынке моделей ориентирулись при разработке концепции? Или все-таки что-то свое прям с нуля изобретали? Мы изучали опыт в основном зарубежных наших коллег, потому что формат дискаунтера в том виде, в котором мы себе его представляем, есть в некоторых странах зарубежных. И да, мы достаточно много изучали опыт за рубежом. У нас на сегодняшний день, пожалуй, наверное, нет полноценного формата у конкуренции, у наших коллег по отрасли, которые бы отвечали нашему видению, нашему пониманию. Если говорить про другие форматы, то в прошлом году вы также говорили о том, что будете избавляться от формата гипермаркета. Что с ним сейчас происходит? Такая идея была два года назад, озвучена компанией, как-то робко, и мы в конце концов решили, что мы этого делать не будем. В этом году была запущена, даже в прошлом году, в декабре, была запущена программа редизайнов и трансформации магазинов большого формата. В прошлом году мы успели сделать в декабре один магазин на улице Солнечной, который находится прямо напротив нашего офиса, главной компании. В этом году у нас план провести редизайн и такой реконцепт 26 магазинов именно большого формата, большой площади, гипермаркетов. Начали с юга, очевидно, потому что там начало сезона раннее, мы хотели успеть к сезону. На этот момент у нас уже завершены 6 проектов в этом году, 5 магазинов на юге, один в Ставрополе. Сейчас активно ведем работу и в других регионах. Идея в том, чтобы не просто сделать ремонт, полы поправить или свет поменять. Мы действительно меняем абсолютно концепцию работы с товарными группами и с покупателем. И, собственно, эти магазины и эта трансформация у нас выражаются в изменении названия формата. У нас называется теперь Суперстор. Все новые магазины, которые мы переделаем, они называются Суперсторами. Основной упор в этом концепте отдан безусловно свежести. Это сейчас растущие категории. Очень большое внимание уделено овощам, фруктам, мясу, рыбе, кулинарии, собственному хлебу, что очень важно. Товарам здорового образа жизни. Мы сейчас начали строить целые острова, стеллажи под ассортимент здорового образа жизни, которые у нас в Магните развиваются активно. Мы все больше и больше наращиваем не только ассортимент, но и продажи этих категорий. Товары для женщин, для детей, для дома. Это такой наш основной упор вместе со сезонкой, основной упор в области нонфуда. Потому что мы для себя определили, что то, чем мы не умеем хорошо торговать, например, автотовары, вероятнее всего, не будут нашими целевыми. Но товары для дома, товары, которые позволяют женщине заботиться о своих близких, о своем хозяйстве, для них мы выделили большую зону. И, собственно говоря, сама планограмма, планировка магазина построена именно такими мирами. Ну и упор на кубанское. Потому что мы сами много чего производим. У нас свое производство фруктов, вернее, овощей, простите, овощей, грибов, кондитерских изделий, макаронных изделий. И мы пропагандируем, собственно, вот эту свежесть кубанскую и в других регионах по всей стране. И одной из наших основных групп, целевых групп, это еще и вино, кубанское вино. Возвращаясь к прошлому году, вы на конференции поставщиков в том году также делились планами на развитие магнита, форматов магнит-сети, магнит-вечерний. Вот что с ними сейчас происходит? Сети развиваем очень активно. С пандемией, конечно, учитывая, что этот формат для пешего трафика, для таких вот прогулочных зон, безусловно, формат несколько притормозил в своем развитии. Но сейчас, когда все восстанавливается, мы видим очень качественный возврат к показателям торговли и даже он превышает наши ожидания. Поэтому сети мы будем продолжать развивать. Если говорить в целом еще все-таки про изменения покупательского поведения, какие вы сейчас самые ключевые тренды, все-таки коротко вы бы могли выделить? С учетом того, что особенно в этот самый острый период пандемии, а где-то и карантинных мер, как в Краснодарском крае, нашим покупателям, да и вообще всем людям, был недоступен привычный образ жизни с привычным образом питания в виде ресторанов, кафе, столовых, детского питания, в школьных, дошкольных учреждениях, люди, конечно, стали больше потреблять дома. И, безусловно, ограничения передвижения в том числе повлияли на то, что не стало возможности объезжать или обходить много магазинов. Да, входили туда, что ближе или что больше нравится. И в этой связи мы увидели, что, да, у нас сократилась частота посещения именно из-за того, что были определенные ограничительные меры, но существенно вырос человек во всех форматах, во всем. Что люди покупают? Люди сейчас больше покупают свежего. Овощи, фрукты растут 30% плюс. Это прям качественный, динамичный такой рост и от месяца к месяцу. Мясо очень хорошо себя показывает. Кулинария, в общем-то, как ни странно. Ну, наверное, это не странно, потому что тот, кто не умеет готовить, он, вероятно, все покупает уже готовую продукцию. Вот. А у вас были какие-то коллаборации с ресторанами, когда вот на полку ставят продукцию или нет? Мы пробовали, делали шаги, обсуждали с некоторыми известными сетевыми компаниями такими федерального масштаба подобные возможности, но, знаете, не нашли общего мнения. Ага. Вот вы еще сказали про то, что вы не планируете в дискаунтерах большой доли промо. А вот если так сейчас смотреть, доля промо, говорили, она сначала упала, потом она вроде как снова растет. Вот нас не захлестнет снова новая промо-волна, как вы считаете? Хороший вопрос. Я надеюсь, что не захлестнет. Нужно работать с ценообразованием таким образом, чтобы людям была доступна покупка товаров, любых товаров, не только участвующих в промо. Относительно того, что промо снизилась, промо снизилась в том числе, в том числе. Потому что, как я и сказал, были ограничения по передвижению. Было невозможно везде поискать, где что дешевле. В дискаунтере, ну, это модель. Сама модель работает. Мы говорим, что зачем нам промо, если у нас, в принципе, все дешевле. Так что я надеюсь, что волна вторая промо-зависимости не захлестнет. И не потому, что какие-то будут ограничения, а потому, что мы сможем справиться с тем, чтобы дать умное предложение покупателям. То, которое будет качественно, которое будет интересно. И люди будут готовы приобретать товары без участия вот в этом красном, желтом или любого другого цвета ценники. Которые будут на постоянной основе таким. Добро пожаловать на наш канал.